Друзья, я сделал видео на основе того, что Япония раздает деньги туристам, на основе десятков новостей на различных японских новостных сайтов. Однако и я, да и почти все неверно поняли этот проект, и Японское Министерство Туризма дало дополнительные пояснения. В итоге программа только для резидентов. То есть ей могут воспользоваться иностранцы, которые уже живут в Японии. Обидно, что так вышло. Делал ролик еще вчера, и приношу свои извинения, что не проверил информацию сегодня. Я не ожидал, что так получится. Сам изначальный ролик, который я сделал, вы можете посмотреть далее, или же завершить просмотром на этом моменте. Спасибо. Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. У меня сегодня очень короткое видео, но я уверен, что оно вас сильно обрадует. Как вы знаете, в связи с коронавирусом многие страны закрыли свои границы, и большинство сфер пришло в упадок. Я еще несколько месяцев назад говорил, что японское правительство очень сильно озабочено тем, что страдает сфера туризма, так как она приносит Японии большие деньги. Туристический поток уже в апреле сократился практически до 100%. Был введен режим ЧАЭС. Ну вот, его сняли с 26 мая. По идее, скоро можно будет уже летать в Японию. Если у вас запланирована учеба на лето или туристическая поездка, то она, скорее всего, может состояться. Хотя многое также зависит от решения правительства в вашей стране. И самая главная новость в том, что для поддержания экономики страны и восстановления туристической сферы, японское правительство собирается начать новую программу – GoToCampaign. Говоря простым языком, правительство Японии решило покрывать часть расходов иностранцев, посещающих в Японии. Начать раздавать деньги, можно сказать. Вся программа поделена на несколько пунктов. GoToTravel заключается в том, что правительство покроет половину стоимости отеля в Японии, но не более 20 тысяч йен в сутки на человека. Отель надо зарегистрировать либо через турфирму, либо через сайты по выбору отелей. Есть еще GoToEat, где правительство дает купон на скидку в 1000 йен в ресторане. Также есть элитный купон на дорогие рестораны, где можно получить скидку в 20%. GoToEvent, как понятно из названия, направлен на различные мероприятия. При покупке билетов через кассы или на специализированных сайтах можно получить скидку до 20%. GoToShopping направлен на различные магазины. Тут нет каких-то определенных правил, но все магазины будут устраивать скидки и проводить различные акции для иностранцев. Больше подробностей о программе будет оглашено в ближайшее время. Саму же программу со скидками планируют начать уже в июле этого года. Важно отметить, что перелет до Японии и обратно японская сторона никак оплачивать не будет. Друзья, мне кажется, что если вы всегда мечтали поехать в Японию, то это просто идеальный шанс. Вы посмотрите страну, как и обычно, при этом сэкономив кучу денег. Поверьте, отели тут дорогие, поэтому если покроют 50% расходов на них, то это уже просто нереально круто. Что вы обо всем этом думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я еще, конечно же, буду держать вас в курсе событий, поэтому подписывайтесь на мою группу ВК, а также на мой инстаграм. Ссылочки есть в описании. До встречи в следующих видео, друзья. До свидания.